Парам-пам-пам-пам! Привет, мои дорогие зрители! С вами Маша Иринка Петеларон. Меня сейчас некоторые люди спрашивают о том, продолжаю ли я закаляться в Англии, обливаться на улице водой. У меня снега-то у нас здесь нет, выбора немного. Я хочу немножко поговорить на тему закаливания и поделиться с вами своим опытом, своим впечатлением, мнением о том, чем я творила в Петербурге этой зимой. Никогда раньше в жизни я закаливанием намеренно не занималась. И что меня смотивировало и спровоцировало к этому действию, это мой курс харизмы. Когда ты каждый день ищешь идеи, чтобы такое снять и показать людям. И классно, когда ты можешь делать что-то полезное, показывать хороший пример людей, мотивировать к действиям и тем более к хорошим действиям. И именно тогда мне и пришла в голову идея ходить босиком по снегу. И мне стало интересно для самой себя провести эксперимент, эксперимент над своей выносливостью, над своим организмом, посмотреть, какая будет реакция и на что я способна. Для меня закаливание стало интересным экспериментом, в том числе испытанием моего организма. Конечно, я в процессе этого, и так как я ещё делала регулярные сторис, показывала это людям, я от этого ещё кайфовала и ловила фан. Это было прикольно. На дворе это 14 января, пора что-то предпринимать, пока весь снег не растаял. Айда! Начнём? Мы снимаем тапочки. Ух! И по снежку. Ой, тут какие-то какашки. Опасненько, опасненько. Но мы с вами кружочек навернём. Опять какашки. Блин, в Ангелии, конечно, в этом плане проще. Ух, на сегодня хватит. Ну и давайте сделаем приветствие зимы. Я люблю зиму и снег! А тебе слабо выйти из подъезда и прогуляться по снегу? Устроим флешмоб? По-моему, из 30 секунд я начала, и каждый день дальше больше-больше. А вы планируете выходить из дома и просыпаться? Ну, оп, оп. И посчитаем, сколько мы с вами погуляем. Всё, не могу! Я взяла сегодня полотенце немножко протереть. Да, закаливаться нужно потихоньку. Обязательно перед закаливанием я делала какую-то физическую нагрузку, разминку, разогрев. После лыжиков чувствую себя горячей, размявшейся для прогулочки босиком по снегу. О, ко мне зрители пришли. Ребятки, я уже три минуты без перерыва гуляю. Классно! Скорее! Моя крепость! Смотрит на меня, обсуждают. А я хороший пример подаю. Вот. Конечно, к закаливанию нужно подходить с ответственностью, с умом. А не просто так безбашенно бежать на улицу, снимать обувь и прыгать в снег, и стоять там бесконечное количество времени, лишь бы. Таймер показал максимально большую цифру. Кому нужна такая цифра? Это не выпедривание, это не показуха. Это только для себя, эксперимент с самой собой, разговор с самой собой, со своим телом, со своим разумом. Не нужно быть круче других, нужно быть круче себя самого, чем ты был до этого момента. Каляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов водой. Алло, обливайся, если хочешь быть здоров. Как круто было, когда за мной стали повторять хождение босиком. Это офигенно приободряет, вдохновляет, стимулирует заниматься этим каждый день, а вдруг еще больше людей последует за мной. Алинка, я решила поддержать твой флешмоб, потому что очень давно хотела ходить босиком сама. И у меня садится батарейка, так что этот раз будет единственный. Закаляйся. Так, у меня, конечно, снега побольше, чем у вас. Полетели. Очень классно быть полезным и хорошим примером для людей. Ежедневное хождение босиком. Сегодня у нас, по-моему, похолодало. Хотела сказать спасибо тебе, Ирина. Если вы когда-то тоже решитесь на закаливание, обязательно ознакомьтесь с рекомендациями. Я не хочу ни от кого ничего скрывать. У меня была допущена одна ошибка. При том, что мне нашел человек в ВКонтакте. Мне было очень приятно, что человек мне скинул рекомендации, поинтересовался вообще, как я этим занимаюсь, что вообще происходит. Был у нас очень приятный диалог. В закаливании важна регулярность. Обязательно разогрев. Перед этой процедурой я обычно либо дома делала гимнастику, либо после скандинамской ходьбы, либо пробежки на лыжах выходила на снег. Самый кайф после лыжиков походить по снежочку. Я последний день себя чувствую очень комфортно на нем. Делаю один заход, но длительный. А я босиком. Да, босичком закаляй. Смотрите, у меня какой зритель. Дед, смотрите, он смотрит на меня. Никогда не видели, как босиком по снегу ходят? Хе-хе-хе-хе. Будете так же закаляться, будете здоровы. Хе-хе-хе. Ах, хорошо. Ну нагрузки побольше классно. Чем мы сейчас с вами здесь займемся? Ну что, будем продолжать нашу закалку. Сегодня закаляемся не только у дома. Тут лестницу нашла. Сейчас сюда подойду. Чтобы можно было потом там сесть и обуться. Градусов не знаю сколько. Может, минус пять. Вообще тепло, ветра нет. Хорошо. Смотрите, как прикольно выглядит дорожка. Лыжники протоптали. По свежему снегу. Клево. Но у меня становится зябко. Так. Что я делаю? Стилю себе полотенчика. Хорошо. Вчера довольно долго прыгала по снегу, когда снимала видео для Ютуба. То домой пришла, носки одела. Знаете, у меня так ноги горели. Они прям носочки мокрые были. То есть такое было хорошее кровообращение. Да, ребятки, закалка – это дело привычки. Сейчас минутку постоим. И еще раз я с вами попрыгаю. Ага, погнали. Второй раз. Оп, оп, глубоко. Ну, все. Вот такие тут сугробища по колено. Бегу, чтобы немножко согреться. Чтобы было погорячее ножком. Ну, там пожарчик такой, у-у-у, кайфовенький. Начинала я ходить по снегу в два захода, потому что с одного раза тело не было готово. И в рекомендациях было сказано, очень здорово, если пойти на какую-то площадку, где можно будет поднимать ноги, подгонять кровь снова к конечностям и делать второй заход. Я начала применять это, результат был вот такой. У меня получалось ходить дольше. Вот так вот, ребятки. Сейчас было минуту двадцать. Поднимаю ножки. Упражнение очень хорошо помогает разогревать пальчики. Ух, можно и просуху накачать. Ой! Короче, хватит, я чуть-чуть пробегусь с вами вокруг. Хе-хе-хе! Видите, какая я красавица! Готова к сегодняшнему дню? Ну, я тут подумала, на этом заканчивать не надо. У нас еще следующий барьер. Сто тридцать девять ступенек. А че нет-то? Общедоступный спорт и закаливание. А я продолжаю свое закаливание. Ох, здесь так глубоко, снега много. Вот. Надо тропинку натоптать. В одно утро был сильный мороз. Закончилось легким обморожением. Ребята, я вот становлюсь зайкой-не замерзайкой. Идет шестая минута. Нормалек. Мне кажется, птик где-то у меня уже все адаптировалось. И в данный момент мне комфортно. Я не буду перебарщивать. Вот так вот. А я же даже не посмотрела, какая погода за окном. Минус восемнадцать. Мои стопы после вот этих шести охладительных минут горели так, что я тут прямо сидела и корчилась от ощущения. Ощущение было, как будто бы я стою на раскаленной плите. И покалывание, и хотелось их как-то почесать, помять, потрогать. Пальчики так опухли, и они у меня тогда вообще целый день горели, как, не знаю, на плите я стояла. Вау! А потом было больно. Мне было в обуви идти больно, потому что шло давление, соприкосновение с пальцами, и очень приятные ощущения. Нужно ходить босиком до минус пятнадцати, но если, конечно, такой-либо мороз, то не пытаться увеличить своё время. Да я просто ничего не чувствовала от мороза. Чувствительность пропала, пальцы заморозились, и всё. Ну ладно, ребят, это мой опыт, и я им делюсь с вами. Поинтересовалась у людей опытных, что делать, как быть, и какие могут быть последствия. Поняла, что у меня не всё так страшно, но всё равно, так как такое со мной случилось впервые, я переживала. Ребятки, ну вы бы хоть порадовались за меня и сказали бы, Иринка, как здорово, что обморожены только пальчики, а не мозги. Ну, я на этом не остановилась. Я понимаю, что я всё ещё в Питере, и у меня есть возможность повысить свой уровень закаливания, не только по времени босохождения. Вы ещё не начали ходить со мной? А почему? Ребят, снег-то растает. Зима же не вечно. Немного снегохождения. Я решила окунуться в снег, но так как я за городом не нахожусь, где мне это делать? Рядом с домом, во дворе, я никого не постеснялась и устроила фан. Мне важным был опыт почувствовать это. Оп, оп, закаляемся в Питере. Сейчас минус два. Снежочек тает, такой плотненький, но мы всё равно в него вплюхнемся. Закаляйтесь и оздоравливайтесь. У меня даже зрители, смотрите, сколько окон. И вон по улочке ходят, но не замечают меня. Ныряешь такой, вау. А потом, ребят, какие кайфовые ощущения. Потом ощущаешь себя бодрым, таким энергичным. Потому что такая хорошая стряска для нервной системы, для иммунной системы. Вот так вот работает. Несколько раз я выходила закаливаться вечером, когда я чувствовала себя сонной дома. И думала, так, как бы мне взбодриться. Можно, конечно, выпить кофе, можно либо завалиться спать, а можно выйти на улочку и ходить босичком. Это работало прекрасно. На всех ступ баллов. Босиком пройдёшься и взбодришься. Дома я начала засыпать, дома душно. А сижу-то я у окна, прикрываю его и думаю, как мне взбодриться, что сделать? Ребятки, ну что делать? Не хочешь уже пить? А как бодритесь вы? Напишите мне. Поделитесь своим методом. Я ездила на занятия в центре города. И, чтобы быть уверенной, на занятиях буду бодра и весела. Я прям там и ходила тоже во двор. Народ от меня там был немножко в шоке. Но мне главное было получить свой результат, свою пользу. Та ситуация, когда ты приходишь куда-то в гости или по делам, у тебя есть свои тапочки. Очень удобно, если вы носите вот такие лосинки. Можете снять носочки. Вы знаете, для чего? Мне немножко спать захотелось. Но не кофе же пить. А на улице-то зима? Я не знаю, где у них тут собачками гуляют. Но я встаю на эту тропу. У меня с собой плоденчика нет. Что-то коричневое. Опасность, опасность. У меня такие, что так весело. И уже к концу моего пребывания в Питере я облилась водой. На ютубе вы можете найти видео, где я показывала, как я ныряю в городской черте в нашем квартале. В снег. Также можете посмотреть, как я прыгала во время баньки до дачи. Фу, такая веселуха была. А такой кайф! Первый раз в жизни. Господи, что, чем я занималась по своей жизни, я не знаю. У меня жаркая зима в Петербурге. Йоу. Также, как я обливалась водой. Все вы это можете посмотреть в моих предыдущих видео. Я оставлю ссылку вам под этим видео. Обязательно, чтобы вам было проще их найти. Ребятки, это такие кайфовые воспоминания, веселые. Это было для меня как приключение. Приключение, испытание, приобретение опыта. И я рада, что он у меня был. Такой кайфушка по снежку. Хочу сказать вам, прогулка босиком офигенно поднимает настроение. И если вам немножко грустно, если вам скучно, нужно себя приободрить, то это отличный инструмент. Пишут мне, продолжай ходить босиком в Англии, продолжай поддерживать легкий уровень стресса для организма, чтобы он был адаптирован. Но, знаете, мне здесь не хочется. Мне интересно, прикольно делать, например, контрастный душ по утрам. А вот ходить босиком, я не знаю зачем. Вот знаете, само закаливание после Питера, что мне дало по ощущениям? Мне комфортнее в Англии сейчас, при этом в ветре. Как-то я раньше все время больше укутывалась, а сейчас я так себя не запаковываю со всех сторон. То есть я больше пытаюсь держать себя в прохладе. Хотя, я думаю, это даже дело не в закаливании, а просто в нахождении в холодном климате в течение двух с половиной месяцев. И, знаете, что? У меня есть такое мнение, что лучше всего держать свое тело всегда в прохладе. Те, кто живут в каменных домах, пользуются отоплением, не перекрывают батареи, все время воздух сухой, в доме тепло, окна не открывают, потому что боятся сквозняков. Это как раз-таки вредит нашей иммунной системе и снижает уровень адаптации к прохладе. А потом люди у нас выходят на сквознячок, на морозец и заболевают. Так вот лучше всего находиться при более низкой температуре, не закутывать себя в кучу одежд и быть таким комнатным растением. Вот что важно. И так будет гораздо проще воспринимать прохладную и холодную погоду. Я поделилась с вами своим опытом, вы поделитесь со мной вашим. Буду ждать от вас комментарии, вопросы, лайки. Увидимся с вами в следующих видосиках. И что же я вам следующее сниму-то? Ну вы на канал обязательно подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить мое следующее видео. Договорились? Я вам всем желаю крепчайшего здоровья. Закаляйтесь, если вам это наставляет удовольствие. Это очень важно, чтобы делать это с ума и в кайф. Без насилия, потому что надо, или чтобы выпомниться. Нет, это глупости. Желаю вам всем улыбок, тепла и добра. С вами была ваша Римка Витела. Пока-пока.